Ну, я думаю, что сейчас баланс ближе, чем какой бы то ни было. Потому что, если мы, например, просто перенесемся в любой из годов, и где по чему-либо мнению доминировала та или иная раса, выяснится, что спустя год-два, без изменения в балансе, а другая раса начинает тащить просто из-за того, что находит какие-то новые решения. Просто почти не было никаких откатов, кроме вот за последние полтора года. Все остальное было такие фиксы разумные-разумные. Вот последние фиксы довольно хорошие, там с амулетами, с бутылками маны, с некоторыми героями. Вообще, баланс должен по логике только улучшаться, если мы фиксим поступательно, да? То есть, если мы вводим, обдумывая какие-то изменения, желательно незначительные, и смотрим на дистанции, на какое-то, как оно все сыграет. Ну что, поехали. ВФЗ и ФОГИ. Это битва за выход из группы на втором месте. Мы болеем за ФОГИЧа, потому что этих азиатов, кроме него, одни азиаты, одни китайцы, куда ни глянь, или корейцы. Икс-лорд пал смертью храбрых, остальных других нет, просто нет. Говоря о патчах, помнишь ли мины в первой ферзии? Конечно, я их ставил в том числе. ЛТ, выбиваешь, бежишь, ставишь, телепорт, минус мейн. До свидания. Так, и козел. Демон Хантер. Да, кстати, ФОГИЧ через Димку и Нагу очень хорошо жал в ФЗ. Он уже его выигрывал 2-0. Это было в полуфинале. Уверенные две были игры. Я просто хочу, чтобы ситуация повторилась. А за ФЗ нельзя, болезнь спрашивает Мэрид Мэн. Ну, Мэрид Мэн, ты же взрослый, женатый мужчина. Ну, что за вопросы? Конечно, нет. Ты можешь идти за ВФЗ, да болеется заодно китайский стрим-сервис. Рекся. Прикрепляй там смс-очку, телефон туда-сюда. Автопереводчик. И вместе с китайцами, пожалуйста. Тебя там, правда, не поймут? Не поймут не потому, что ты неправильно переведешь, а потому что, ну, какого черта этот русский пришел в китайский чат болеть за китайц? Такие еще на твичах, говорит Хамми, болеют. И я не знаю. Не знаю. И откуда ты знаешь, я даже задаваться вопросом не хочу, Хамми. Просто, ну, стыдно должно быть. И болеть, и знать. Ладно, вжухаем, друзья. Забыли совсем повжухать. Давайте немножко повжухаем. За Гогичем. За Фогичем. Хорошо развесил виспов. Гульки выходят. О, я теперь увидел, наконец-то, что скелет, когда идет, он тащит. Ай, была попытка окружить виспами. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не получилось у Фогича. Прописал. От нечего делать уже. Моноберн. Деке. Что он собирается сделать? Подблочить виспом? Сделать еще один берн? Ну, там висп никакой. Огейн. Собирает артефакт, только один моноберн прописал. Ну, пока что все ровненько. Без серьезных потерь. Дернули, конечно, виспов. Фогич, до второго пробую тут докачаться. Не выходит. Что ж, ждем, ждем Нагу, ждем Экспанда. В прошлый раз он очень хорошо, агрессивно играл через Димку Нагу. Не обязательно играл в Эксп. Если я правильно помню, он в Фаст Эксп вообще не играл. Через Дверлорницы выходил Медведи и там хорошо микрил, давил. Ну, Эксп у него, если и был, кажется, то в переходный момент между Т2 и Т3 или уже после Т3. То есть после того, как Медведи появляются. Барак дотопал до маркетплейса. ДК уже сюда бежит. Но у него нет маны для того, чтобы... А, там не только ДК, там же гульки. ДК уже здесь, оказывается. Спас... Ой, хороший момент. Взял артефакт. Арчу потеряет, правда. Надо отменять дерево и диспелить, видимо, с... Нет, спасать из спа, видимо. Ладно, Арчу на Огра с артефактом. Это нормальный размен. Тем более Ауф еще живет. Он еще каким-то макаром. А, и уже Нага появилась вражеской. Жалко, на самом деле, Барак отдавать. Как же мы без Арча, без меткости-то будем. У Фогича, как вы видите, тоже вторая Нага, но это стандарт. Две лорницы. А, ДК без койла, он же все еще первого уровня. Точно. Ламакс-то прав. Там же нет койла. Оп. Арчу штрафуют. Начинает тыкать в ДК. Подконтроливает, но Нага. Могут окружить Нагу. Надя, Надя. Передали большой инвул. А что ты отступаешь-то с инвулом? Ё-моё. Блин. Ну, там рефлекс был какой-то, видимо. Надя, 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 Катя, Таня у них там. Одни герои. Дорого? Да, дорого. 15 секунд на инвулт отдавать за первую Нагу на старте. Висп какой-то подозрительный. Неужели Фогич в этой ситуации еще будет тыкать базу? Тыкает базу. Блин, серьезно, тыкает базу. Не, ну для эльфа, эльф может, скажем честно, эльф может тыкать базу в любой ситуации. Прям на любой карте, в любой ситуации абсолютно. Проигрывает он, выигрывает он, зависит все, просто вот как он дальше будет действовать. То есть будет ли он там как-то отвлекать от нее, будет ли он правильно ее защищать, будет, ну, что там дальше будет. А тыкнуть дерево, это прям, это святое. Проигрывают не из-за того, что ставят базы, как правило, а из-за того, что не умеют либо пользоваться деньгами, либо не умеют эту базу там достраивать. Нормально как-то. Или в правильном месте строить. То есть дерево, это еще Мун доказал, что можно играть в базы и не играть просто больше ни во что другое. Правильно поставленные нычки и правильное поведение при этом, тебе может обеспечить победу. А что Мун не доказал? Ну, он не доказал, что лучший игрок в мире играет без ошибок. Что он, типа, не способен выкопать мейн, например, свой в начале игры. Ну, он доказал обратное. Да, экспа у Фоги в строящей пассе нет. Но вопрос тогда, зачем ему этот висп на подходе был. Там вроде что-то виднеется, красненько рядом с шахтой, но слишком мелко для экспанда. Кто-то мог сказать, что он, типа, против, возможно, подходящего андэда, но он видел в тот момент, где находился андэд, на магазине и отвел оттуда виспа. Может, он заранее первого отводил. Вот это вот, скорее, больше похоже на правду, да. Идешь куда-то, бери виспа. Висп твой друг. Ох, но пока что все крепятся. ДК получает третий. Наличал, I think, щилд, пошел кольцо плюс четыре. Неплохой артефакт для ДК. Что же Танюшка еще? Танюшку Вэлл не знает. Да. Танюшка. Много хороших стримеров, конечно, на Гаги. Непохожих на других. Идет пуш. Фоги о нем знает, экспанда у него нет, он отступает. Есть медведи, есть дриады, 50 чистого лимита. Арба. Это плохо для нас, что нашу желтую точку забирает какой-то упырь. Рык. Фоги, фоги. Фоги. Да, забрали, забрали точку. И начал еще Мурлоков крипит. Но ты отчаянный. Третий уровень Нага, минус Арча сразу же. Еще минус Арча. Став, нет? Нет. Став теперь. У меня подбешивают эти комментаторы. Я не понимаю, о чем они говорят, но они что-то начинают кричать, когда ВФЗ выигрывает. Что это за дела, да? Почему они не болеют за простого украинского парня? Ну, то, что говорят по существу, я не спорю. Но Фогич там опять со стафами что-то намудрил. Почему первого медведя не стафанул? Ну и Мурлоки тоже. Ну и то, что он замешкался. Андетта идет к тебе на экспанта, потом пропадает куда-то. Что же, куда же он пошел? Да ладно, ты ему еще отдашь эту желтую точку, да? 41-45. Уже минус 10 лимита, мне не нравится это. О, сеточка. Мурлоки помогают. Ну, а где мы на Берн? А, ты в Инвизе. Андетт себя так вел, как будто знал о том, что... Здесь рядом ДК. ДХ. Ну, подошел бы, блин, книжку прочитал. Блин, что происходит? Фокиш ставит базу. Там 3-3-2, понимаете? А Бомголазады выходит уже. Второй делается. Испань, не диспелим? Блин. Эксп достроился. Эксп достроился. Виспы пошли. Собирается ловить его да или нет? Ну, сейчас-то его где ловить? Если бы он пошел на желтую точку, поймал бы. А сейчас он собирается отражать атаку от своего экспанда. В первую очередь, наверное, прописать надо ДК. Самый ценный в плане соотношения маны-пользы. Да, ДК. Манаберн. Дестройеры пошли новые. 53 лимит на 57. ВФЗ это даже больше. Ну, надо сражаться за... Пошло сражение. Медведь сразу став. Врываются они в финдов. Фростармор на финдах. Мишка минус один уже. Из четырех. Ну, Дима делает нормальные бёрны. ДК, ДК, ДК. Поздно, поздно. Извините, что кричу. Поздно сделал бёрн. Не было КД. Нагу уже пинчат потихонечку. Дриады не стреляют под дестройером. Медведь страдает. Став. Что там лич? Лич, а лич, а лич, а лич, а инвул. Хорошо, а линвул на инвул. Нага, нага, худи-вуди. Береги нагу с молоду. Экспанд бьёт, экспанд тупо бьёт. Веспов, 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 чини. Блин, битая нага, битая. У нас нага еле-еле уходит. Блин, сейчас нагу нашу могут убить. Став на Димку. Возврат идёт. Эта нага упал злам. Минус экспанд. Ну, у меня есть телепорт. У меня есть телепорт, если что. Понятник. Лимит 60 на 50 минус экспанд. Новые поставить не получается из-за того, что леса не хватает. Да, да, да. Размен дикий минус. Надя, Нига у них там какие-то. Спокойно забирает жёлтые точки. Абсолютно правильно в ФЗ действует. Да, лечёвка сейчас третья будет уже. Ну, очень странный был мув с этим, с Мурлоками, с правым нижним углом, с жёлтой точкой. То есть, Фогич там не... Его было не меньше, но он взял, отдал эту точку и потом ещё начал криптся на Мурлоках параллельно, ну, рядом с Андедом. Ну, это прям сверх нагло. Да, тележка, пофиг. Нычки нет, Фоги сидит на лимите 50, понимая, что ему нужно где-то выигрывать. Коля коил. Дима, Дима, Дима подставляется, убегает. Уже битый свиток, бутылка маны. Отступает. ВФЗ идёт в атаку, несмотря на то, что там экспанды нет, но он-то из лимита вышел, правильно? И Фогич тоже надо сейчас выходить из лимита. Хотя не факт. Андед отступил, и может быть, имеет смысл под... Под это самое... Да, под лаги, это ещё трансляция, сори. Да, и Фоги выходит из лимита. Я вообще не понимаю логику. Пришёл не рисковать, всё равно. Он двумя АМГ, кажется, выходит из лимита. Раз у меня там 65 лимита. Шанни, Шанни. Грейды доделал на них, и делает сейчас АМГ. Андед доедает. 4-3-3 у него героя, у нас 3-3. Ну, почти 4-3,5, но по факту... По факту, 3-3. Да, достраивает сейчас. Бёрн на нагу. Анко-мэджик, анко-мэджик. Это анти-мэджик. Дима идёт вперёд. Как уже ему пройти-то туда? К магазину прорвался. Ну, хотя бы до леча дотянуться. Да! Блин, почему у Фоги такая разница большая? Он реально в тот день, когда ФЗД убил, у него не было таких ошибок. Ну, нет, у него став есть. Нага рядышком. Он не ставует Диму, которого явно фукусят. Всё, нет Демон Хантера. Без Димки тут герои полные. Надя, Надя! Димку в таверне не восстанавливаем. Алтарь не горит. Это отдача. Уже Фогич контролит, постарается. 50 лимит на 70. И... Сейчас Надя умрёт. Смотрите. У него был ТП. Ну, забейте, тоже неважно. Отлично, блин, сидим. Но это Нилан всё-таки фантастика говорит. Причём здесь Нилан? Диму били, ну не то чтобы полчаса, но он выходил делать монобёрн по лечу. По нему фокусили, и после этого нюк проходил. Что ж... Что за аналитика опять идёт? Что за аналитика опять идёт? Что не понимаю. Заметил такую штуку. Как только прихожу смотреть Игорь Фогич, он начинает заливать. Говорит, Симба. Что, получается, я во всем виноват? Вспоминаются какие-нибудь клешёные моменты из фильмов, когда какой-то герой погибает, ну или там ранит его очень сильно, его напарник или близкий человек впадает в депрессию, обязательно подойдёт кто-то и скажет, это не твоя вина. It's not your fault. То же самое. Надеюсь, тебе кто-нибудь подойдёт и скажет, ты не виноват. Давай забаним Симба на всякий случай. Не-не-не, у нас так не работает, у нас же демократия. Я вот не понял, в первом противостоянии, почему он упарывался не в нагу вражескую, как обычно делал. Но обычно, если ты начинаешь контестить, вот у тебя там 3 арчи, у него там 3-4 гули, Димка нага и ДК нага, то ты тыкаешь в нагу нормально. Вот он взорвался просто. И вражеская нага при правильном контроле она уползать должна. Обязательно. Блин, нас ждёт после этого отличная графика классическая. Начнём сразу с Македонии. Шикарная карта, 24 человека, рандомные расы, рандомные герои. Живаг говорит, демократия на ГГЛУ. Живага, от тебя-то я не ожидал. такой вот свиньи. Подложил, да? Подложил. Вот что мы делаем не для пользователей? Вот что? Слушаем, общаемся. Несмотря на ограниченные ресурсы, стараемся. Разрабатываем. Он гейдокол поддерживается. Знаешь, как ему тяжело эти полсотни серваков держать на своих плечах? У него там принимающий, раздающий, кодирующий, инфраструктурой, блин. Банить. Баним, но во благо, чтобы было чище, чтобы не мешали другие люди общаться. А то маты, оскорбления, политота. Вот и да я этого фоги вертел, да кто он такой, да пошел он, да ты, да я, да давай. Вот чтобы этого всего не было, потому что проходили уже. Это было на проплее. Это все проходили. Ключи раздаем. Кучу просто. На месяц, на три месяца уже раздаем. Уже почти по тысячу раздали за этот гол. Че запустился, фашист, камбэк пойдет. Так я ж не стартую, пока не это самое. Ноу-логи надо собирать, а не для пользователей стараться. Think about it. Ты-то долго не думал над ноу-логами. Или это ноу-логи? Типа логи, не логи надо собирать. Это же мем. А я вообще не в теме, я старый. Это же мем, ты чего? Надо будет погуглить. У нас есть специалисты, помимо логи. Один, правда, уехал. Но Эльдар держится тоже. Жена на работе сказала купить арбуз, придет, заряжем. Да. Тяжеловато, конечно, будет в фоге. Но верим, верим, надеемся, потому что смотреть плей-офф... Ну, хотя там Лин Мун, да, конечно, будет, будет, будут, будут качественные игры. И в конце концов, если ты проиграл, то ты сыграешь слабее. Логично, да? По крайней мере, в данный момент времени. Надеемся. Надеемся на победу. Фиатр говорит, все, я пришел по по фоге тащить. Танкер, да нет, с чего? Сорвал спрашивает, в прошлый раз фоге в ФЗ раскатал так легко, что произошло. Ну, ошибки тут, может, со стороны казаться, что все легко и просто. Ну, в результате, может быть, был не день в ФЗ, может быть, он там недооценил. О, триггерит, видите, опять коил, две гули и пошел. О-о-о-о-о! Да, задиспейлил. А стоит вообще такой диспо делать, если там скелетов нет? Интересно. Ну, то есть ты все равно не успеваешь к этой точке прийти? По-любому. По-любому. Правильно ведь? Все. Ты выигрываешь только в темпе, по сути. Классно, Арча, видите, выманивает тролля. То есть она своим поведением заставляет троллей выйти и... Ну, типа, чтобы сетки кинуть. Покинули тролля, в общем, главного, из которого артефакт выпадает. Да, Агила выпадает, хороший артефакт. Криппинг замедляет зато. Да это понятно, что он делает. Просто я думал, какому-то майлу... Ну, какой-то определенной точке чего-то там не успевает сделать ДК. Само по-симе замедление оно, в отличие от Виспа, не имеет четко измеряемой ценности. Просто Фоге не нравится новая графа, пишет Кустом. Кстати, хороший никнейм Кустом. В честь исследователя известного им. Компактненько. А если нейтрала законтролить рейнджер, из него лут можно достать? Кажется, когда ты чарм делаешь, из него сразу выпадает артефакт. Если мне память не изменяет. Ты чарм из человека, из которого дропается артефакт, он сразу тебе выпадает. То есть тебе не нужно его убивать. Ну, пацаны в чате, если что, поправят. Не удалось стырить, ничего. Ботинки есть у Димы. Неплохие артефакты. Сила, армор, агила. Все есть. И здоровье немножко, и эффективность и хп за счет кольца. И, конечно, агила для того, чтобы чуть больше урона наносить и скорость атаки. Если кодой съест. Если кодой съест только после переваривания. То есть можно за удов играть в фаст Т3, баньшами захватывать артефактные крипов? Да, да, и так раньше это чуть не первое, что пришло в голову. Так пытались сделать. Но это показало не очень себя эффективно. Потому что слишком много времени тебе понадобится для того, чтобы захватывать. Тем более ты не можешь захватывать крипов выше определенного уровня. Выше шестого. Если мне память не изменяет. Потому что у крипов шестого и выше уровней появляется обилка типа геройской. Даже подозреваю, что это может быть МГ-шный грейд. То есть на них не действует. Хотя, блин, полиморф-то действует на здорового командира Ографта. На турнире только мужская вариация ДК. Но других я не видел. Китайцы, видимо, не стали баламутить воду. Димка харасит хорошо. Периодически лишает Нагу и Декуманы. В описании исполнен, написано максимальный уровень МОБ-ши пятый. Там вроде бы увеличение на уровне обилки. Окей, тогда с шестого выше не захватить. Ну, то есть не такие хорошие артефакты выпадают. Если бы там можно было командиров захватывать, которые сразу ауру дают, вэйв первый. Ну, Бом, вроде меня фуфасовами можно. У нас нет ограничения по скиллу. У нас есть ограничения по тому, что ты не должен расу ставить, чатиться в игре. То есть правила какие-то. Ай-яй-яй-яй, 7 хитов у Деки оставалось. Там влетел Форкет хороший, но уже не добить его. Под нерубкой его не добить. Ну, уже на самом деле хорошо. У Фогича идет ситуация, и идет игра. Интересно, почему он нычку сейчас не ставит? Вот в кармашке стандартную-то. То, что он подрезает нейтралов рядышком, то, что он тут глаз еще свой поставил, чтобы мониторить, когда там мандит будет выходить и куда. Можно еще слева на выходе поставить, еще полный контроль будет. Почему чатиться нельзя? Ну, чатиться можно, там формальные всякие ГГ, ГЛХФ, но чат запрещен в ФУФА, чтобы не было манипа, чтобы не было разговоров, а давайте нападем. Такие вот правила. Мишка первый выходит. Я уж боялся, что сейчас дерево, съев елку, случайно добьет Галема. Еще хороший Моноберн на соточку. ДК все равно, правда, получает третья, но здесь Фоги очень сильно обгоняет по криппингу. Посмотрите. 3-1-1, там 3-3. Арчи танкуют, молодцы, блин, медведь не в форме сразу. Где став Арчей, мы не спасаем. Что с контролем? Дриаду под контроль. Да блин, да что ты делаешь-то? Ну, ёпырыс это, где контроль? Лич телепортируется. Да он не ори, он не умрет. Какие же они? Даже по эмоциям понятно, что он, ну, что нубастом. Там телепорт уже полчаса, все герои без маны, стреляет одна нага по Диме, у которого 100+. Он такой, дещи, дещи. Не дещи. Все в порядке тут. Пошла нычка, 40 лимита на 40. Танк пинг по 140. И что уже, который раз хелл-файк? Там Дриаду грызло 3 гули, секунд 6. Это сколько тысяч должен быть пинг, чтобы это не отконтролить, скажи мне, пожалуйста. Пинг 140 у него. И чё? О, хорошо. Гульку там мочат. И сзади подходит Димка. Ой-ой-ой, покажите, покажите. Книгу не прочитали мы, Инты, к сожалению. Дима рядом крутится. Хорошо. К наге, к наге подойти. Манаверн в нагу. В лича, хорошо. Так, перегруппировывается. Абом, 47-44. Ну, там есть деньги на лимит повыше. ДК бы ещё прописать. ДК... Отлично. Не ори, все нормально. ДК пустой. Нага крепится, хорошо. Хорошо. Появляется первая бомб. Нага крепится на магазине. Дима очень сильно замедляет этот процесс криппинга, понимаете? Очень хорошо он работает. Сейчас можно порвать крипджек, но еще. Обходит так, чтобы сложнее было отступать. Манаверн на деку. Куда медведь-то без формы? Просто без формы танкует. За личом ныряет. Далековато. Став на медведя, нет? Я не понимаю, что происходит. Став есть? Става нет. Лич минус. Лич минус. Так. Нага четвертая. Ряду контроль. Молодец. Минус финн. Хорошо. Хорошо. Но это танкование арчами и медведями без формы, это что-то... Что это? Да-да-да-да. У него есть телепорт? У него нет телепорта. Он отсюда не уйдет. Это ГГ. 1-1. Слава тебе, Господи. Выходи уже. Все. Нормально. Надя! 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 Не сдается в ФЗ. Так, не каркаем, не каркаем. Просто ситуация мега крутая. Минус два героя. Нычка есть. Собираем точку. Лимита больше. 50 на 39. Все отлично. Но до формального ГГ еще не дотянули. Очень сильно, Фогич. Перейди. Молодец. Не, многие были в нуле вот на этом моменте. Минус лич, минус главный герой. Проигры на сражение. Так, красная точка. Да, нычка работает хорошо. Сейчас пора делать грейды на МГ по плану Фогича. Это второй грейд? Это грейд на колодце или что это? Я даже не знаю, как выглядит. Синий. Похоже, да. Если первый грейд на атаку синий, только третий грейд на атаку. Милишный. Ну и там второй, третий грейд на ранж, который не делается. Учитывая то, что там первый грейд на атаку внизу делался. А что мы на Берн сделали, да, уже? Нет. Сделали только сейчас. 65. Тыкает опять в лича. Став на медведя, нет? Да, став на медведя. Хорошо. Лещ улетает. ГГ. Отлично. 1-1. Фух, молодец, Фогич. Молодец. Ровненько сыграл. На этот раз. Очень хороший харасс был. Очень агрессивно. Параллельно крепился. Отлично. Но надо дожать. Надо дожать. Потому что в плей-офф хочется. Ооо, там уже ребята. Крео, Хелпер, Чиза, Борис Энимал, Зондер, Хами, Айрон, ГГ-1 Лоу, Гамбинезон, Робот Варген, Коба, Кратос, Слабные, Найтол, Бердж Лиджин, который, кстати, вчера выиграл. Ремайнд, сам ремайнд, Лорд Тьмы, явно победит в этот раз. Сейнт 75, Рэм и Сьюприм. Вау. Вот это у нас набралась пати. Вот это да. Ремайнд. Кратос. Лорд Тьмы. Пыщ. Такие эпические просто никнеймы. Просто Борис. Там есть еще. Реально помогло. Теперь буду только слушать игры Фогича. Главное, открывать глаза и не смотреть, говорит Симба. Нам показывает моменты из игры. Вот здесь контроль просто. Просто контроль. Вон, Дриаду бьют. Здесь медведь лицом просто вытолковался. Сто на Лорда Тьмы ставит Фантастик. Мега заруба грядет. Ну, конечно. Вы вчера застали вот эту вот зарубу с этим, где у Сокола два Таурена 10 уровня бегом, нет? Дичь. Просто дичь. Бегу я в центре на Marketplace. Там кто-то стоит, какой-то хуман. Я там склевываю, склевываю. Потом смотрю, Сокол написано и два Таурена. Вгодай, кто первый отлетит. Айрон. Ти-ви, айрон. Какой у тебя там никнейм? Тут нет айрона. А, вон айрон. Утюг. В переводе с английского. Ну что, финальная карта. Это у нас Last Refuge. Минус в том, что эту карту выбрал ВФЗ. Хайни в списке есть. Ты знаешь, что девчонки Сокол называют Хайни. Да, я слышал, конечно. Я слышал, я видел, как это происходит даже. Спасибо за стоточку. Клипсор говорит. Варкрафт, праздник, бобру. Спасибо. Фоги, удачи. Вжух. Вжух. Всем вжух, пацаны. Спасибо большое. Клипсор. Смукус говорит, это олдскул, то опыт первопроходцев, куда-то нефаженным китайцам что-то понимают. Да, да. Не самый популярный перевод этого слова. А ты что, загуглил, да? Разве не железо, айрон? Я триггерю просто нубасов. Просто триггерю. Один повелся, сразу пошел гуглить. Второй тоже засомневался. Фоги, фоги. Take my energy. Вжух. Хмурый ВФЗ. Так, утюг же правильно. Все правильно. Ты-то сам-то за фоги, че не вжухну. Сейчас. Секундочку, секундочку. Вот жалко, что нет. Подождите, а вжух же можно прописать. Вот так? Есть? Есть. Вжух через... Ну, через код можно поставить. Время китайских комментов. Лучше после серии, то если... Там вы увеличили ее на 3-2-2. 13 тысяч уже на Готике собралось. Ммм, неужели стоит? А Готик вообще нормальная игра, первая и вторая часть? Стоит поиграть? А нет, говорит Анкер. Ну, хорошо, спасибо, что избавил. Только за деньги развешать. В смысле нормальная лиготика игра? Ну, я не играл. Стоит кто-то там у Вейнфилл. Привет, когда плей-офф? Суббота и воскресенье. Завтра мы отдыхаем, игроки тоже. И это, на мой взгляд, очень хорошее. Вообще формат голда мне больше всего нравится. То есть, во-первых, многоэтапные отборочные. С инвайтами, с открытыми квалями. И с какой-то там региональной принадлежностью. Потом очень много матчей. То есть, прям очень много. То есть, групповая стадия. Бо-3 со старта. Желательно с посевом. Не знаю, был посев или нет. Но, судя по Муну, Элину в одной группе нет. Потом, учитывая то, что прошло там 4-5 игровых дней. Желательно бы взять паузу. Для того, чтобы у товарища была возможность после жеребьевки встретиться к противнику. Подготовиться и отдохнуть. Что самое главное после этого. Вот. Ну и... Нам тоже было бы неплохо передохнуть. Тут приехал Росбрейн. Все. Работу на этой неделе я вообще не ходил. Завтра пойдем. Болеем за Фогича. Последняя карта последнего матча. Групповой стадии. Все игроки определены. Только непонятно, кто из группы D выйдет на втором месте. Фогич или ВФЗ. Выпадает сяр-клетка. Самый универсальный, самый классный артефакт для Димки. Все-таки. ДК сразу побежал на Харас. Никакого криппинга. Ты только ГГ читаешь, Ютуб и Твич не читаешь. Почему так? Потому что ГГ — это наш сайт домашний, на котором мы работаем, на который нам не все равно. Потому что здесь комьюнити, и мы хотим, чтобы оно было больше. Вот и все. Ну, плюс смайлики еще классные есть. Пацаны в чатике, которые расскажут тебе все, что ты должен и не должен знать. Эксперты во всех областях. Не было бы ГГ, не было бы очень многих хороших знакомых, друзей. Даже не знаю, для меня это само собой разумеющееся, что... Кстати. Что мы делаем вообще? Почему мы стоим у магазина и стоим, ничего не делаем? Хасус, да. Мы... Другие. Акалит. Халявим, сэр? Ой, Фогич, проверь. Ну, он видел, кажется, Акалита. Какой же он халявщик. И Висп, смотрите, на какой елке грамотный, что туда не добраться. И Димка бежит сразу же. Не, Прокси, мы ждем. Не задействуем. Не, ну лишним на самом деле не будет пошуметь так чисто, но... Мы уже довольно сильно пошумели. Там, судя по количеству просмотров, там, залям уже на ютубе этого видосика. И в ключевых СМИ, тематических особенно была информация. Сейчас мы в верховный подали. Дайвер, все понимают. Все, кто сидит здесь, это понимают. Уверен. Дайвич только слушал запись. Так. Что нам делать? Как нам быть? Даже если были планы какие-то у ВФЗ по экспанду, я по-другому не могу объяснить этого Акалита, который приджойнился не ради ЖДПСа, правильно его туда взяли. Именно Висп мог сбить все планы. То есть такой экспант в середине игры, особенно за Андейда, он очень похож на халяву. Его не защитить нормально. Ну, просто у тебя Т3 должен быть. Три героя, арба, до определенного момента, до обсидианок, до арбы с лечом. Ты особо не можешь противостоять эльфу. Ну, такие вот реалии. Поэтому твой экспант при нормальной разведке, он контрится. И Фогич, кстати, сейчас проверил экспант. И... Ну, Фоги очень хорошо сейчас скрипится. И книжку даже читает. То, что он забирает вражеский магазин в то время, как враг собирает его шахту, это... Это хорошо. Но то, что Фоги возвращается туда, где уже никого нет, это плохо. Но там лагерь наемников, в конце концов. Реплэшмент Пошин юзает для того, чтобы... Да, 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 он просто на лагерь наемников пришел. Наверное, Димке надо сразу же бежать. На Дэху. Он же видел, он же видел, почему не побежал сразу на Магэс на вторую, а? Нага бы сама справилась. Здесь можно было побернуть, по крайней мере. Да, очень странно. И ВФЗ спокойно абсолютно собирает этого угром. Он его не видел, он его точно не видел. Диспол, минус два скелета. Дима здесь, не надо делать бёрн, только прошу. Нова. Ну, только под конец, но там вообще мало. Там маны 30. Хагош, Хагош, кричит комментатор. Хагош, кричит комментатор. Ладно. Сижу морально настраиваясь, а то увидел ремайнта. Да, 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 это все-таки плохие. Там вообще другие ребята. Причем ремайнт там не самый сильный, я уверен. Минус барак. Невелика потеря. На самом деле, Фогич его отдавал специально даже на островах Эха, где проиграл, кстати. Не смешно, Михаил. Нет, он его отдавал просто за точку хорошую. Но он его сейчас не специально отдавал. Важный момент. Инвиз. Можем попробовать тиснуть артефакт. Минус гулька. Гулю на криппинге теряет. Нага идет еще помогать. С каким скрипом он крипится, а? Моноберн по наге. Пытается деку подрезать. Минус тп. Не смог заблочить, блин. И выбивает сам артефакт Book of Dead. Будем сразу юзать? Или продадим потом? Может, сейчас? Очень хороший агрессивный криппинг от Фогича. И Огра большого подрезала. Хорош! Вот это уже то самое доминирование, которое я ждал. Лимита больше, по криппингу лучше. ДК все еще не третий. Но сейчас он там тролля одного дособерет, будет третий. А Фоги в это время, пока он дособирает этого тролля, кидается сразу выбивать артефакт. С Book of Dead шикарно. Шикарно. Раньше надо было Book of Dead юзать. Он разменивает фактически один артефакт на другой артефакт. Эмаляция. Пригодится, пригодится. Хороший артефакт. То есть не такой плохой. Арчу! Ну под контроль ты хотя бы немножко ее! Ну там шаг сделать, она бы выжила. Ай, нанэ, нанэ. Ну, ё-моё. Не идеально, короче, играет Фоги, к сожалению. Не идеально. Сразу на красную точку вторую побежал Фогич. Рисковый парень, блин. Но если получится... А, у него еще висп там нормально стоит. Чекает это все дело. Пытается окружить, не окружает. Да, Фоги там что-то недоконтролил, говорит китаец. О, здесь же Койл нова. Моноберн. И артефакт. Ну, артефакт хреновый. Выпал Деке. Деке все еще с телепортом. Дима врывается. Очень хорошо горит. Очень хорошо горит. Эмаляция работает против Гулей шикарнейшим образом. Арчи нова. Светка нет. Минус Сегули, минус две Арчи. Моноберн на 60 шикарный. Декей, декей. Кричат комментаторы. Финда нечем подлечить. Форкет. Минус ману улича. ДК минус ТП. ДК минус ТП можно. Или нагу бить. ДК можно потерять. Давай, 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 давай. Мы продолжаем. Довольно битые медведи. Ретаргет. Ты что? Ты ссак. Хорошо строится экспанд у нас. Нормально. И... она по-прежнему все очень хорошо у нас герои высокого уровня но понимаете мог быть жив дк могли отконтролить арчу могли отконтролить медведя причем сто раз он просто умер на крипах причем он не сделал ретаргет с этих с троллей на героев на здоровых но зато превратился медведем поменял форму анычка то у нас все еще строится надо вписываться за нее быстро димка здесь а он сейчас просто может отменить а где медведи отстал один просветка хорошая минус финг хорошо еще два медведя еще минус 1 став на медведя нет два ставка нет нет да какой пинг его там бьют полчаса этого медведя твори добром как так я не понимаю такая медленная реакция может реально там 400 плюс пинг у него став на медведя сделай налево пожалуйста спасибо не обязательно ждать до конца еще один одного медведя можно стаффануть чтобы не ждать форкета дк минус тп хорошо анычка стоит отлично какой же валидол блин как же как же я переживаю то а контроль очень посредственный надо у фогича потом узнать насколько пинг повлиял но не было таких косяков в полуфинале понимаете все хорошо эльфа чего бы проблема в том что игра могла закончиться если бы он не если он доконтраливал бы если он заблочил бы дриадкой был бы минус тп если бы он в прошлый раз убил бы деку он не потерял медведей может он привык под конец афа тут пинг какая разница но не ставьте под конец если время то есть почему бы не стаффануть да не нанесется урону зато вообще никакого риска нет если я ставлю на уровень 4.9 , ну вот просто если бы он будет работать или если бы он не будет менять если бы он был добрый зеленый на самом деле это стаффануть маленькая лотка в чем я сейчас вижу смотрите, это очень хорошо во-avi-лево опять же если бы я повторяю здесь уже три эльфа это три эльфа ну-оч huh Дима хорошо контролит и делает бёрны отличные Надо сейчас, правда, деку, видимо, забёрнить Но сам Димка уже без маны Стоит на месте Без телепорта идёт ВФЗ 60 лимита Это похоже на финальную атаку Заходит в магазин, берёт инвол, видимо Ничего не взял Свиток взял Меня очень смущает Дима без маны Как он сражаться-то будет здесь Тянут пару монобёрнов у него есть Санью, Санью ДК подставляется очень хорошо, получает первый же бёрн Форкет, медведи толпятся, медведи просто идут в финдов Толпятся Очень сильно толпятся 60 на 66 Фогича, но до заказа у него Ещё минус один медведь Став и всё ещё в КД Не в КД, точнее, ещё минус один медведь Посохом мы не пользуемся просто О, первый став Минус обом, хорошо Медведя уже пора ставкать Дальний подошёл, не отхиляли мы его Минус лечи, хорошо Я не заметил, ВФЗ тоже не заметил Что надо было лечить леча По наге фокус У наги став не на КД Инвул врубает, за нагой бросается бой Но без героев он дает ни о чём, поэтому Поэтому тыкает героем Красиво, минус нага, хорошо Нормально, хорошо, хорошо, всё нормально Остался Димка один, в смысле ДК И в принципе, либо ты идёшь воскрешать в таверне Либо ты тут постепенно отдаёшься Без арбы, без замедла Выкупает в таверне Риджувчик переместился бы хотя бы для приличия Став на ногу Отлично А где дриада, я не помню Лич выигрывает много времени Добил хорошо, хорошо добил Почти пятый ДХ Да там рампа потерялась с виду Не доконтролил, ждал полчаса Лич мог обойти, кстати Если бы он доконтролил то же самое Лимит хороший, немножко леса не хватает Но в целом сейчас ещё Лича достаёт из таверны Не сделал Бёрн Соответственно, Лича сейчас мы можем подлечить Дима выпил бутылку, видимо, Мунвела пустые Риджув, Риджув на дриаду И... 60 лимита на 48, нормально у нас всё, нормально Можно взять ещё там троля какого-нибудь или големчик со слоу Дриаду забыл в лесу Ай! Очень много мелких косяков, они так вымораживают Выходит дальше Из лимита деньги потратил, закупился, хорошо Бутылка маны, там инвул Рунные браслеты, кстати, наги выпали хорошие А вообще запирать его надо на этой красной Фогич, давай, 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 давай Давай, не выпускаю, у него телепорта нет Хорошее место для подраться Поехали Пока наги нет Дима, пятый Манобёрн на 100 Какой 100? Ты же пятый Прокачал только сейчас он Бёрн, третий На 100 Ну там 100 маны было ровно Такое редко бывает, но да, такое произошло Надяююю Лич, ГГ, ес, ес, да Как ты бесишь, а, всё-таки Фогич Блин, как, как